всем доброе утро очередной день из цикла будни тракториста 10 апреля пятница половина девятого утра день утра начинается хорошо в плане погоды сейчас что-то уже опять становится пасмурно какие сегодня у нас цели задачи цель перебрать цилиндр поворотный трактор с пятка также потянуть ремень немножко прибраться тракторе ящик установить для запасных частей возможно сделать для него крышку ну в общем сейчас будем перебирать цилиндр для этого нужны некоторые инструменты и ключи так 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 че нужно нужно высоте же чтобы придавать палец нужно большой ключ на 46 или даже поболее могу сейчас то что сколько там ключ а возможно на 55 даже посмотрим компромат на серёгу куда выписывают это сейчас мы открутим я понимаю почему я честным трудом зарабатывать деньги я честным трудом зарабатывать деньги обязательно снимаю а как же без этого тебе можно пройти серёг поснимать как-то ремонтируешь техник не хуй снимать шланг 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 если она на 55 ключ подойдет опять она аргеносор 655 где-то есть зачем эти трубку то все от руки сверху сверху сделано под ключ у пальца кость давай пусть ты ремонтируешь мой трактор а я снимаю у нас хорошая компания нет дружок сейчас я отключусь от этого ремонта я снимаю только твои руки не переживай так пойду-ка я за ведром схожу потому что сейчас стопудово оттуда масло из цилиндра вытекет как говорит разогнать корректив от себя включить камеру нах и все разбегутся сами да это пускай стоит сквозь не трожь ее пальцем вниз выбивай и все 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 теперь ну здесь вот здесь пробочка пробочка которая скорее всего коктейль пускная попробую дернуть на себя кость пойдет он не пойдет да так ну кдак у меня ключ на 14 сейчас я попробую пробку откручать возможно масло сгоним годится нет давай лучше накидной нах там такое обломанное есть да бля туховато нах о сомнению наверно придется монтажка не всывать косян выдавливать его а какую маленькую сейчас может найти серега монтажки нету серега а нет а молоток мой да я квадратиками тебя загорожу такая влезет кость чуй косян и есть выйдет на хуй хуй все равно идет бля чушь но шла сладко ослабить так раз при пускать припускает у масло конечно в гидросистеме хиренова цвет хуя такой щек одно место возвращается чуть-чуть это уже хорошо чё хуя кость ключ в грязи как не хорошо получилось короче нихуя не идет да у блядь с воздухом аш конечно на был трата завести бы нахуй можно было бы это дело все это блять но этот воды нести блять косян крышку сбивает может вот и масло потекло все кайпуска стекает все принимать ценный груз итак немножко поясню кому интересно как все дело происходит чтобы отобрать цилиндр нужно открутить в общем-то 4 гайки вот этих шпилек ключ до 22 идет диаметр 12 есть не ошибаюсь и еще надо открутить 2 2 2 болтика два полтика подключены 14 на 8 диаметр крышку переднюю капу пыльника с войлоком все потом дело сбивается дама в общем вынимается цилиндр из поршня персоединяющийся трубу потом убивается труба теперь задача снять верхнюю трубку чё снимем кость давай ну что мешать положу я здесь сейчас пойдет совсем совсем нельзя они должны видеть вот может маленьким ключик взять прочувствовать но они пытаются прочувствовать через экран монитора компьютера многие думают что просто так вот знаешь надо покрасить трактор взял пошел покрасил его а то что должно быть заинтересованность не у тракториста у руководства никто не понимает как я покрашу трактор объясните мне если он грязный я помою если нечем да она выходит блять нихуя себе нечет в них ебало как будто кум ёбнул прикинь нах вот это мне пюкнуло ёжик юрил костю большую палец про пробил кому 220 прошел через палец нафиг такой щей нормально куся начнет она шпильг ты гнутая бляха мух тоже блять прям мне кажется это на навиливает как-то цилиндр интересно стоит конечно почистить как-нибудь но с того пальца мы точно не снимем его весь цилиндр целиком может подвинуть его кость он плотно сидит блять мух так цель цель открутить гайку на поршне целью вытащить есть шток из крышки цилиндра здесь заменить манжету который как раз потекла внутри там ну а легко пошло костяк а есть трубу подлиннее вообще ну тут на ветру очень комфортно я вам скажу у меня камера мигает а я как-то не заряжал ее замечательно а у меня запасной каметор с собой есть так сейчас объем на брать руки решил я молодец тут два кольца пластмассных кося на поршне туховато блять скажу я все я могу одной рукой работать не думаю так мажу немножко так могу извращенство но есть люди с дефектами все взбивать на кассе как аккуратно все перебрано два кольца устанавливается внутри крышки где ходит шток наружная на поршне внутренняя на поршне перепускная тоже кольцу с двух сторон заменено вот теперь пульник надо правильно собрать сейчас на ртуху будет дофисом деваться ааа да 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 маслом да попробуем может оденется наверно в масло да что сделано на этой половине также резинку заменили под трубу теперь осталось только все это собрать на место цель данная на сегодняшнюю половину дня ну чё кося трубу да ставим о резинка вон как раз глянь лежит можно на резинке вот на этой собрать какую стороной трубой ты помнишь была маслица не помазали кое подожди как вход тоже помазать потом эту сторону помазать там и резинка тоже роман все блядь а вот так резинку не помазали или потом сынок не лежи масло я сказал отойди от трактора блядь может и поджимать чем-нибудь да все так мало хуй косяна может подстукивать попробовать но мы ее шпирками все ну да мы ее стянем вообще что мы ее может вот это сразу крутим пыльник какой-то он и хуевый пыльник там пыльник с лоза вылезет нет еще пыльник закрутим может сразу давай я сразу сдержу я с принцем там ну 14 ключ был да сейчас секунду он особо не работает да ну да он вообще не работает блядь ну разбирать мы тоже не будем второй войлок какой-то блядь тоже вообще интересно конечно конструкция особенно прикал от ну и музея коренного сальника нет но войлок сделан двух половинок таких полкрышках нах я за перебирал себя в первый год пришел на музея тоже вот стоит луж по ним короче он текет херя блядь прям давай подержу потому что сейчас вот проще блядь в трубу а когда сейчас вот трубу на место поставим блядь и засовывать в поршень его будет неудобно блядь так плавчее вот оригинальный цвет блядь трактор как раз как вот цилиндр выглядит вот так вот он и должен хотя все остальные вот крылья капот бляс синего к сне краска короче под ним прорисовывать это можно на весь потенци а простым но весь потенци я держу хотя бы называть за шток это проворачивается маслица берем так что мне помазать надо тут подожди помажем сейчас я косян бросай куда ведро солярка так ладно на секунду отвлекаемся смотреть я еще 14000 подписчиков я буду смотреть как ты стягиваешь цилиндр с перекосами или нет да не она ровная пока заходит вот эта моя сторона вот эта дальняя она пока заходит передней еще пока это щелью в принципе моя уже уперлась стягиваем болтами точнее гайками конструкция но за цилиндр он удачным так что сделан поворот из планет разбора вот нужно культиватор это вообще такая система интересная дать еще блядь ага кося зачем можно сейчас уже в принципе выкручивать и шайбу подкладывать все практически чуть-чуть осталось все все блядь там гровер какой-то был гровер гравер наверное правильно сдавленная вот да я поменяю давай схожу благо я вчера уже набрал как раз для таких вот целей граверов граверов граверы небось меня уже обсуждает то что я неправильно выражаюсь в плане данных автоматика сработал слышали ищем 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 так какой нам нужен этот большой этот большой хуевый гравер это неправильный гравер ну в целом все собрали все затянули время же конечно пол двенадцатого не буду проверять воды у меня нету да и в принципе попробовать можно без воды мне с обеда нужно протянуть ремень компрессора все равно что то он мне кажется слабоват ну в общем дело надьем ящик прикрутим на место вот мне тут шланги с ЛТЗ Серега подогнал он там половину шлангов выкидывал с ЛТЗ родные шланги с краской с черной все что ценно здесь в основном здесь штуцера да и шланги в принципе еще работающие посмотрим приходят в запас ладно будем собираться потом будем заниматься дальше с трактором с обеда ни хера себе у меня тут воробей летает зараза какого хрен тут залетел здесь уже есть тракторист уёбуй нахуй Эй, блядь, голову расшибешь себе Иди давай, шалаш Ёбаный Заводим Заводим Работает? Да, да, нормально Ну и нормально Это потом воды зальем Ну ладно, пойдем чем-то еще придумаем работу Компрессор на подтянем Так, вскрыли Печто приборов Меняем шланг, который у меня вот Соплился, потекал Вот, видите, там под рулевой колонкой Черное Это масло там подкапало Ну неприятно будет, если шланг лопнет Тебя обдаст по ногам маслом То есть, да? Вообще здесь должен пойти стоять специальный шланг Будь здоров, Серега Списанный шланжик с оплеткой Металлический, если я ошибаюсь Вот такие вот Гайками подкона затягиваются Ну, в общем, наподобие гидравлических шлангов Такие миниатюри Сейчас Игорек, может, принесет Мне Шланжик Я тут пилил От подкачки Кусок Но он, боюсь, не маслостойкий И его через полгода Весь расхист И он весь расслабится Будет не очень хорошо Ну, время, блин Быстро себя движет Уже время на третий час В принципе, работа-то От силы частно осталась Я все выкинул лишнее Что было здесь в кабине Чтобы можно было продуть здесь Потом выкинул И этот кусок Но он не линолеума Что-то похожего Помою его И застелю на место Здесь вообще-то это дырок Куча Которые нужно как-то заделать А похожий, Игорек Да он Да Хочешь сказать, откручусь от прибора И менять Камера Ну-ка, подай мне тогда ключ Вон там, вон, в наборе Вон набор Все, подал Молодец На сколько-то? На 12 или нет? Да, на 12 Блядь, не соображу Наверное, руку мне не получится, Горек Как ты думаешь? Чему? Ладно Так, потекет, нет Кто принес шланг? Почему ты ушел от меня? Мне сверху не видно Потекет, нет Да? Блядь, газулька-то нахуй Холостые дела Где, блядь, вон? Пошло, да, блядь Ну, ну, если хватит, мне кажется, что хватит Я тоже так считаю Куда, на коробку? Нет, двигатель Зарядка есть, главное, видишь? Сделал? Да Отдели провод на возбуждение, кинули У меня он тоже едет Ну, нет, трактор мучить без воды Ну, Игорек, блядь, ничего, блядь Ну, я тебе, блядь, наверное, оставлю На всякий случай, наверное, да Маск выключить Поглядеть здесь, не где, вот она не мокрилась Да, прикрой Да, не сухо, все, да Как много, блядь, оттуда ты говоришь Все, сейчас я закрою паных приборов Химичил там сухо Переходники Зашла В один А они, хуёвый, блядь, сопливцы Тряпь под матом Ну, видишь, простой шланг Ну, затянул вроде Так, на сегодня, наверное, хорош с крокодилом Геной заниматься Завтра Нужно Приобрести мне Наверное, изоленту Трепишную возьму Кое-каку Что подмотать надо Нужно взять простую изоленту Вот этот провод синий, который идет в возбуждение Нужно его так аккуратно смотать С остальными кабелями Чтобы он не болтался как Не поймите, что Завтра займемся тем, что нужно Я подтянул ремень Все, он уже тухой Нужно запасы брать Вот такой вот ролик У меня есть такой ролик Запас Нужно его перебрать Будет найти подшипники Двести третьи узкие Перебрать Смазку набить Подготовить Далее Все-таки нужно какой-нибудь ящик придумать себе И в кабину И Поставить все-таки назад Не смог, если не успел По времени все это Проделать На этот ящик надо придумать Я думаю все-таки крышку Чтобы-то грязь, пыль Особо сильно не летели Также Скрутил 4 штуцера Серега с ЛТЗ Накидал целую гору Тут сбоку Трубок Которые шли на переднюю навеску И ее ведь исключили Из гидро-системы Переднюю навеску Она теперь просто Выполняет функцию противовеса Мне досталось С ЛТЗ 4 родных еще Гидравлические шланги Ну так называемые Белорусские Белорусские Имеется ввиду гайка Подключена 24 Я вот скрутил с них 4 штуцера Достаточно Как говорил я уже до этого Дефицитная вещь В плане Сколько ее не привозил бы Начальник Пить штуцеров Они всегда кончаются Здесь нужно вымести все Компрессором Вынуть вот этот Половик Постараться заделать Вот эти дырки Ну как заделать Вон те вот дырки Надо заделать Вот эти дырки В принципе я знаю Как заделать По крайней мере Придумаю Ты тихо Это Константин Это непорядок Надо балуешься Так Вот болтики Заткрутить Там вредное время К дому пора Вот такие вот цели Пока же стоят Передо мной Итак друзья На сегодня все Завтра суббота Также рабочий день Все планы Какие я наметил Я уже сказал до этого Сейчас правда Посидели часок Ребята Расслабились Было чем расслабляться В принципе Пригубили Бутылочку Подождал их Как говорится Я развожу По традиции уже Цилиндр Проверили Вроде нормально Потом в работе Уже посмотрим В принципе Течи не было День интересный Конечно Сегодня даже Громыхал гром И была молния А это даже Не середина апреля Тоже Аномалия Кстати Тучи ушли Сейчас Вроде бы Нет такая Непонятна Облачность Но ветерок Все равно Прохладно Но думаю Земля Само подсыхает Так что После Пасхи Будем рыпаться Либо на барнование Либо там На культивацию Первоначальную Тоже Для закрытия влаги Барновать Мы пролонируем Немного Те поля Которые у нас Были вспаханы Отвалены плугами Чтобы убрать Все комки Сделать ровно Поле Тем более По Отвальной спашке Собираемся Посеть горох Так что Нужно закрыть Срочно Влагу Будет Как только Прямо Только Увидим Что можно В принципе Начать То Барновать Сразу Один сцеп Выйдет Второй сцеп У нас Правда Развалился В том году Кто смотрел В том году Видео Где я Ну где я Наверное Последний поле До культивирую Средний ремонт Мы там Останавливались В серед поле У нас там степ Разваленный Был У него Очень сильно Рама Играла То есть И он уже Вареный Был Он пополам Лопнул А этот У нас Цеп второй Был в принципе Готовый Уже Даже Мы его не расцепляли Он прям Даже с барнами был Он уже готовый Так что Либо Серега На 09.25 Поедет Либо Лех Мы-то что-то Легом не поедем Барновать У нас свои агрегаты КПС-8 Которыми мы Также иногда Закрываем влагу Делаем небольшую глубину Лапки немножко Корябают Ну и сами Степовые борны Заделают Вот такие вот Планы на будущее Завтра суббота После того же Пасха Я думаю На Пасху мы все-таки Работать не будем Редко такое бывает Кстати А пусть мы на Пасху Всегда Кур Десять тысяч свиней Два магазина В общем Все После моей смерти Будет твое Бабушка Говорит внучка А где же эта ферма находится Вконтакте Дочка Вконтакте Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова